Сейчас Россия начала наступательные операции в районе Купянска, в северной части линии соприкосновения. Что в этом важного? И опять же, это то, чего большинство жителей Запада не понимают. Они не понимают. Россия хранила этот сектор поля боя в тайне. Почему? Потому что он находится на украинской земле. Россия всегда говорила, что мы вернем это вам, когда эта война закончится. Мы не хотим оккупировать Украину, но мы должны сохранить это, чтобы защитить наши оборонительные позиции в Луганске, к югу от него. Но там они долгое время не переходили в наступление. Теперь они перешли в наступление. Что это значит? Видишь ли, некоторые люди не понимают, что когда русские принимают решение перейти в наступление на украинской земле, это означает, что теперь они будут владеть этой землей. Они никогда не вернут ее обратно. Харьков — это прощай. Россия заберет Харьков прямо сейчас. И как только Россия поглотит Харьков, они поглотят и все остальное. Украина только что совершила роковую ошибку, а они даже не подозревают об этом. Зеленский, если вы смотрите, пожалуйста, послушайте меня. Вы только что потеряли Харьков. Вы только что потеряли Харьков. Если вы будете продолжать, вы потеряете Непетровск. Если вы будете продолжать, вы потеряете Миколаев. Вы потеряете Одессу. Все кончено. Спаси свою страну. Прекрати боевые действия. Но они этого не понимают. И никто на Западе тоже этого не понимает. Когда я говорю об этом западным аналитикам, они говорят, Скотт, это просто российская пропаганда. О нет, это правда. Это то, что делают русские. Они очень честны и искренне. Помни, именно они вернули Киев украинцам. Украина его не отвоевывала. Русские загнали украинцев в тупик. У них была оперативная инициатива, но Россия хотела положить конец войне еще в марте-апреле прошлого года. Россия добровольно передала эту территорию, и Россия собиралась передать всю территорию Украины. Но Запад не позволил Зелинскому добиваться мира, и теперь Зелинский потерял все, и он потеряет мир.